Итак, девочки, сегодня я хочу с вами поговорить о кружевах. Самый частый вопрос, я слышу, как же выбрать кружево. Ведь на рынке их великое множество, хотя это не так. На самом деле, хорошего кружева очень мало на рынке России, да и не только. Как же выбрать из того, что есть? Мы разберем классификацию кружев. Они распределяются у нас на шантилье, на кордовое шантилье, вышивка на сетке, то есть это вышитые на сеточке, расшитые кружева, в которых использована вышивка рубкой, бисером, бусинами. Также кружева распределяется по асимметричным и по симметричным кружевам. Вот варианты симметричные, асимметричные, асимметричные. То есть я разверну, покажу, что это такое и внесу ясность. Когда мы приходим в магазин, первое, на что мы смотрим, будь то магазин, в который мы приходим, либо онлайн-магазин, это цвет, не дизайн, цвет. Так как заказчик у нас просит конкретный цвет, допустим, зеленый, темно-синий или серый и пыльно-розовый. По этому критерию вы и начинаете свой отбор. Допустим, я сейчас буду отбирать кофейно-серый и розовый тона. Итак, мы выбрали все кружева, которые есть у нас нужного нам тона. Допустим, вот как клиентка выбрала розовый. Мы зашли во все онлайн-магазины, во все оффлайн-магазины, собрали все, что есть. И теперь делаем выбор. Если вы это делаете онлайн, вы сохраняете фотографию каждого кружева в одну папку на компьютере и видите их расположение вместе. Вы можете уже определить тон. Далее. Вам нужно понять, работаете ли вы с одним кружевом, либо вы работаете с несколькими кружевами. Это может быть два и три кружева. От чего это зависит? Во-первых, от того, есть ли они. В наличии несколько кружев одного тона, которые вы можете совместить. Допустим, я сейчас вижу, что совмещаются вот эти три кружева, то есть можно с ними вместе работать, и вот эти два, то есть шантили и кордовая шантили. Вот этот цвет очень красивый, но он немного с персиковым отливом. И поэтому пару ему найти достаточно сложно. Можно попробовать найти в тон шантили, а не более. Что из себя представляет само кружево? Очень интересное кружево. Она идет рапортами, но делится еще на два. То есть один рапорт у нас идет как бы из двух половинок. Что такое рапорт? Это рисунок, который повторяется в следующем еще множество раз. То есть рапорт – это обычно 35, возможно, 45 сантиметров. То есть здесь это две половинки. Это кружево классифицируется как асимметричное кружево, так как здесь нет симметричных половинок. Что можно с ним сделать? Допустим, вот с этим кружевом. Это достаточно хороший дизайн. Здесь есть много веточек, которыми можно рисовать. Рисующие фрагменты – это первое, на что мы обращаем внимание при выборе дизайна, при выборе кружева. Тем, чем нам придется работать. Обычно в рисующие кружева входят длинные ветки, длинные листья, вообще в общем листья. И какие-то композиции именно мелкие. В рисующие цветочки обычно не входят. То есть ветки – это рисующие. Здесь уже идут у нас фрагменты заполняющие. То есть это цветы обычно, либо крупные какие-то мазки и фрагменты. По факту такой дизайн может быть самодостаточным. То есть вот этого кружева достаточно брать одного, без всякого шантили, либо дополнительных кружев. Второй этап – это найти ему фатин. То есть если вы нашли фатин, то в принципе можете брать такое кружево. Далее у меня совпали вот эти три кружева. Когда вы нашли группу кружев, которые вам подходят под один и тот же тон, вы их рассматриваете более детально. То есть либо вы смотрите по фотографиям в развороте уже на сами элементы этого кружева. Допустим, вот эти два дизайна очень похожи. Это одно и то же качество, только немного разный дизайн. Здесь акценты розы, здесь цветочки немного другие и больше веточек. Я такие фрагменты называю практически идеальными. Вот эта ветка, ее полностью можно использовать уже как узор на вырезе. То есть это первое, на что я смотрю, это фрагменты, которые пойдут на вырез в платье. Будь то вэверис, либо лодочка закрытый. То есть есть еще элементы те, которыми я буду рисовать. Это длинные ветви с листьями, то есть что-то веточное. Здесь идут розы, они идут на заполнение. Также эти розы можно использовать в 3D. Здесь идут немного другие листья, то есть которых нет здесь. Что это значит? Я могу взять, допустим, один рапорт этого кружева и один рапорт этого кружева для того, чтобы разрисовать. Ну или там два рапорта, три рапорта. Называется кружева, много не бывает. То есть берем от рапорта и далее смотрим по своим финансам или по тому бюджету, который предоставила вам клиентка. Чем больше кружева, тем лучше, соответственно. Всегда можно применить, куда его деть. И расшитые кружева. Расшитые кружева обычно идут дороже. В 2, а то и в 3 раза. Поэтому, как можно поступить? Можно взять один рапорт расшитого и метр вышивки. То есть более дешевого кружева. Смотрим. По классификации это кружево является симметричным. Что это значит? Это то, что если раздробить это кружево, то это будут симметричные половинки. Здесь симметрии, которые можно совмещать и работать не только по центру, но и расходиться в круг, используя их симметрично. Симметричные кружева у нас обычно располагаются по раскладке, по наколке, по центру. Не по диагонали, не по наклонной, никак иначе, как только вертикально и по центру. И все время симметрично, не сбиваясь с пути. Можно ли использовать симметрию и асимметрию? Да, конечно. Такой рисунок, симметрия и асимметрия будут смотреться гораздо сложнее и богаче. Симметричным кружевом вы заполняете центр, а асимметричным кружевом вы разбиваете промежутки между симметричными фрагментами. Потому что симметрия может быть центр, центр спинки, центр боков. То есть с четырех сторон может быть такие фистончики. И то есть мы работаем, смешивая эти два кружева. Далее нам нужно под него подобрать фатин, конечно же. Фатин не так просто подобрать. Фатинов, особенно зная то, что фатин может быть в другом совершенно магазине, вам приходится опять же это делать по фотографиям. Кидайте все оттенки розового в свою папочку с кружевами и выбирайте, какой тон вам подходит. Да, это немножко сложнее. Вы не видите наверняка, как смотрится. Либо, если так случилось, что и фатин, и кружево у вас в одном месте, то попросите консультанта приложить кружево к вашему фатину. Допустим, вот таким образом. Да, к кружеву могут подходить несколько тонов фатина. Это более холодный, это более теплый. Здесь вы уже ориентируетесь на то, что в конечном результате вы хотите увидеть. Более холодное платье, более теплое, более светлое, либо более темное. То есть, более темный фатин будет выделять узор, более светлый тоже будет выделять узор. То есть, здесь ориентируйтесь либо на свой вкус, либо на вкус клиентки, предлагая ей вот эти несколько вариантов и работайте в тандеме с консультантом по тканям и со своей клиенткой. Давайте разберем группу серых и бежевых. Допустим, вы нашли только это. Это шантилья и вышивка на сетке и расшитая кружева. Первое. Нужно понять, можете ли вы использовать лишь одно кружево. То есть, самодостаточное ли оно, чтобы полностью и рисовать, и заполнять. И хватает ли у вас финансов. Допустим, расшитая очень дорого. Хорошо бы вплести шантилья. Почему я использую в своих курсах шантилья? Не для того, чтобы усложнить рисунок, хотя и для этого тоже. А для того, чтобы помочь сэкономить расшитое кружево. Потому что оно в трое, а то и в пять дешевле основного кружева. То есть, вы основу можете заполнять шантильей, а расшитым кружевом только рисовать. И поэтому, вам понадобится уже не метр такого расшитого кружева, а всего лишь один рапорт. Рапорт, то есть, это 35-40 см в среднем. То есть, что позволяет вам сэкономить ваш бюджет. То есть, если вы в него хотите войти. И в то же время, дороговизну платья оставить за счет маленького кусочка дорогого кружева. То есть, не маленького, а какой-то композиции из дорогого кружева. Оно сразу даст эффект. Про что я говорю? Если есть дорогое кружево, я мимо него не пройду. Я лучше возьму маленько, но смешаю его с дешевым и создам шедевр. Чем я куплю просто дешевое кружево. Допустим, вот такого плана. То есть, я обязательно, если есть в тон, куплю кусочек дорогого. Серый цвет, он достаточно опасный. В плане того, что он идет холодный, теплый, разный серый. Допустим, здесь идет с оттенком голубого. Здесь с глухой серой. То есть, допустим, нам подходит из шантили только вот этот. Откидываем. Давайте посмотрим, что же это за кружево. Кружево относится к асимметричным кружевам. Это значит, что асимметрию мы используем в рисующих моментах и заполняем его по наклону. То есть, вертикально, вот как он идет в самом полотне, мы не используем. Это очень удачный дизайн. Очень удачный. Здесь большие, хорошие акценты крупные, которыми можно вывести грудь. И рисующие ветки. То есть, здесь все очень интересно. Чтобы его сэкономить, либо перекрыть прозрачность на лифе, допустим, чтобы оставить рисунок, можно добавить к нему шантили. Вот серый, в принципе, шантили к нему подходит. То есть, можно с ним дружить вместе. Допустим, взять пару рапортов вот этого кружева, то есть, вот так, с заходящими. И метр шантили. То есть, все, у вас платье, считай, что есть. Далее, можно совместить расшитое с нерасшитым. То есть, вышивкой на сетке. Еще есть такой момент. Если вы пришли в магазин, и вам нравится дизайн нерасшитого кружева, но есть расшитое, но не очень красивое. Я не говорю про это. А вот просто вам не нравится дизайн, но оно расшитое выглядит якобы богаче. И вы уходите в выбор расшитого. Это неверное решение. То есть, лично я выберу лучше, более удачный дизайн. И разошью немного сама. Даже не все полотно, а именно там точечно вышивку сделаю сама. И выберу более удачный дизайн. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Что касается совмещения этих двух кружев. На что мы обращаем внимание? Это то. Здесь используются серый, кофейный, бледно-коричневый, бледно-золотой. Здесь те же самые оттенки. В принципе, они родные друг другу. Так тоже можно экономить. Допустим, это берем метр, это берем один, либо два рапорта. То есть, дорогого берем поменьше, более дешевого берем побольше. Какое количество нужно на платье? Я так скажу. На пышное платье, если мы юбочку заполняем, лишь 30% юбки вверха, то вам может хватить в общей сложности всего одного метра кружева. То есть, если это говорить вот об этой массе, допустим, это три рапорта вот этого и два рапорта расшитого. Либо один рапорт. То есть, от метра и выше. Опять же, зависит все от вашего кошелька или бюджета, на который вы рассчитываете. То есть, на какой вам поставила клиентка. Если у вас выглядывается то, что вы хотите, вам не хватает ее бюджета, вы пытаетесь убедить, что вот, посмотрите, как смотрится хорошо. Давайте добавим тысячи три и вот возьмем вот это богатство. То есть, вот так. Вы в тандеме работаете все время с клиенткой. То есть, все это показываете. Либо, если она вам доверяет вашему вкусу, вы полностью эту работу выполняете сами. Шантили. Шантили сюда подходит без вот этого кружева. Но если брать уже вот эту вышивку, то шантили и кружева уже не так хорошо сходят. Его уже должно быть либо намного меньше, то есть, чтобы не было прям вот этого серого, что они не очень будут смотреться вместе. Дальше у нас идет выбор фатина. То есть, фатин серый, достаточно сложный цвет. То есть, серый есть темный серый, светлый серый. Вы смотрите, подбираете. То есть, вот этот, в принципе, подходит. Вы не учитывайте, что здесь другой тон. То есть, вам нужно смотреть, как чисто лежит на сером. То есть, здесь все подходит. Допустим, вот это сочетание идеальное. Что касается сеточки. Сеточки для лифа. Это у нас вот такая вещь. Не пугайтесь, если ваш тон не очень совпадает с фатином. Почему? Потому что берите сразу руку. Этот тон не виден вообще практически. То есть, в рулоне он может быть слишком яркий. Но на руке он еле заметен. И, естественно, его никак не будет видно на теле. То есть, не волнуйтесь. Даже если у вас идет тон розовых. У меня есть тоже сеточка для лифа розовая. Она кажется достаточно яркой. Но на теле она практически не видна. То есть, соответственно, здесь может... Сами рулоны по тону могут немного не совпадать. Но на самом деле она будет хорошо смотреться так, как в фатин. В один слой она еле-еле заметный тон дает. Что такое сеточка для лифа? Это сеточка, которая не деформируется при растяжении. То есть, она ворачивается в свою форму. Фатин, если так сделать, он вот так и останется. Сеточка для лифа так не делает. Сеточки для лифа бывают разные. С более крупной ячейкой, с более мелкой. Более мягкой, более жесткой. Но единственный критерий, по которому мы выбираем эту сетку, это то, что она не деформируется при растяжении. Все, на что мы обращаем внимание. Давайте разберем группу зеленых. Раз мы уже начали разбор делать. Это у нас цвета изумруд. Темно-зеленый. И такой, как мох зеленый. Горчичный. Немного с горчичным. Если ваша клиентка попросила зеленый цвет, мы выбираем группу зеленых. Допустим, я нашла по всем магазинам вот варианты зеленых. Смотрим сразу пары. Какие есть пары? Пара есть вот этот, этот и фатин к нему. То есть вот эти три детали, они вместе совместимы. То есть их можно брать вместе. У Шантили. Шантили идет как помощник. То есть его берем буквально метр, либо даже полметра. И он нам помогает рисовать, заполнять, делать более тонкий узор. Что касается вот такого зеленого. Вот такого. Что же это за вид кружева? Это кордовое кружево на сетке. Это самые мои нелюбимые кружева. Я их называю ромбиками. То есть это повторяющийся узор. В чем его сложность? В том, что этот узор все время повторяется, и он всего один. То есть разнообразие элементов находится всего лишь в одном куске. Если вы хотите рисовать, то это сделать достаточно тяжело. Но почему я, допустим, его взяла? Было и так, что цвет от того цвета, который нужен клиентке, есть только в ромбообразных кружевах. Вот и весь ответ, почему идет выбор именно на такие кружева. То есть деваться некуда. Вы работаете с ним. Если вам, вашей клиентке, нужен именно этот цвет. Спасает здесь лишь фистон. Здесь более разнообразный рисунок. То есть не как здесь. Цветочек два маленьких и две веточки. Здесь немного больше рогаличек. То есть если постараться, с ним можно работать. Еще какой минус подобного кружева? Это кружевое, кордовое. То есть когда вы будете дробить, допустим, здесь, вы срежете корд в двух местах. И он будет трепаться. Его каждый раз нужно будет прятать. Либо пришивать при раскладке сразу крепко пришивать кончик, который трепется. То есть это не катастрофа, но это усложняет просто вам работу. То есть работать в принципе можно. Само кружевое достаточно красивое, но сложное в работе. То есть вы просто будете готовы к этому. Шантили чуть-чуть другого тона. Но все равно я бы не побоялась с ним работать. То есть если я буду использовать бисер, он в принципе их между собой смешает. То есть будет таким связующим звеном, как цемент. То есть фатин. Фатин тоже. Смотрим, какой вам больше нужен. Более яркий, либо более темный. Яркий не подходит, более темный. Думаю, будет лучше. Расскажу немного про вот такой дизайн. Это изумруд. Сочетание с фатином есть. Что же нам расскажет сам рисунок? Сам рисунок, на самом деле именно этот дизайн, очень хорош в работе. Я работала с таким, с белым кружевом. Моя ученица работала с зеленым. А я точно знаю, что раскладка его практически идеальна. Почему? Классификация этого кружева идет симметричное кружево с орнаментом. То есть это половинки симметрии. Их при раскладке мы используем только парами и только симметрично. То есть вот они, эти пары. Но они настолько гармонично с друг другом смотрятся. И вмешать очень легко. Элементы все достаточно красивые, разнообразные. То есть в одном, вот в этом рапорте, смотрите сколько элементов. То есть работать с таким очень круто. Его можно использовать как по центру. Если разбить, можно его растаскивать по всей окружности. То есть именно вот такие я советую. То есть оно полностью самодостаточное и может существовать одно без дополнительных кружев, шантилей и тому подобное. То же самое и вот эта кружева. Очень, очень красивая с виду, но сложная в работе. Опять же из-за того, что это ромбы. Ромбообразное кружево самое сложное кружево в работе. Но работать с ним можно. Смотрите, здесь какая помощь есть. Здесь идет как бы серебряный отлив. Можно попробовать поискать кружева с серебром и их законнектить. Допустим, даже вот эти кружева. У вас могут даже оставаться остатки прошлых клиентов. Вы можете подсоединять, может вам даже что-то подойти. Здесь именно серебра нет, но можно какие-то кусочки, длинки использовать, именно как рисующие. И заполнить их бисером тем же самым, что вот здесь. Это вам поможет прорисовать ваш лифт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо.